Аллилуйя! Благословенный Господь, Бог наш, Царь Вселенной, Отец Вечности, собравший нас вместе, как Отец своих детей, как птиц и птенцов, Благословенный Бог наш, Искупитель наш, Боже всемогущий, благослови нас, наш драгоценный Учитель, учи нас сегодня, Господь, мы нуждаемся, Боже, в этом, потому что без Тебя мы ничего не сможем сделать, но с Тобой мы сможем сделать все. Благослови этот дом молитвы, Господи, этот храм Божий и всех нас, пришедших сюда, Боже, под Твой святой покров, благослови, Господь, прибудь с нами, наш добрый, благой, человеколюбивый, истинный. Бог, во имя Иисуса Христа, аминь. 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 Слава Иисусу Христу. Пожалуйста, присаживайтесь, возлюбленные, спасибо. Спасибо. Слава Богу. И, дорогие друзья, сегодня третий вечер, завершающий вечер этого семинара. Благоставляю город Прилуки, благоставляю всех любящих Господа, боящихся Его в этом городе. Слава Богу. И хорошо, что христиане разных церквей приходят на эти семинары. И сегодняшней частью хочу ответить на ваши вопросы. Это, я понимаю, это вчерашняя записка, сегодняшние записки. Вот. И также затрону несколько тем. Затрону несколько таких важных тем. А записки, пока две записки только, они касаются как раз освобождения. Как христианский мир реагирует на служение и освобождение? Ну, по-разному тоже реагирует. Вот я вначале говорил уже, что некоторые, допустим, люди считают, что они уже свободны и не нуждаются в освобождении. Другие как бы осознают, что необходимо это освобождение. По-разному. И у нас на служениях мы проводим тоже молитвы за освобождение. И это очень непростое служение. Но я думаю, что мы будем развивать это служение сейчас. Тем более, что именно свобода от религиозного культизма, это как раз вот такая специфика. Вот. И о нашей церкви тоже. А какую работу вы проводите с людьми, которые получили освобождение? Чему вы их учите? Ну, конечно, учу Словом Божьим. Я учу и наши священники. Потому что освободить это одно человека. Важно, чтобы территория была занята. Потому что если дом вычищен, выметен и ничем, и никем не занят, то тогда, конечно, как говорится, всем злейших этих, они приходят. И бывает еще хуже тогда человеку. И, к сожалению, такой печальный есть опыт, нехороший опыт, но тоже опыт. Вот в традиционной православной церкви есть экзорцизм. В католической церкви тоже есть экзорцизм, допустим. И, слава Богу, за освобождение в протестантских церквях. По-разному везде происходит, конечно, все это. Но такой негативный опыт в том, что, как правило, не именем Христа изгоняются бесы. Как правило. То есть, Христос, он используется как бы имя Христа. Но оно как одно из многих имен. Вот в чем дело. Если, не знаю, были или не были, вы интересовались ли этой темой. Значит, есть такие вычетки, так называемые. Я в свое время бывал на таких служениях, ну, в Загорске, допустим, 88-й год. Как раз тогда были всесоюзные батюшки эти, их называли так, Кирилл и Наум. Ну, и Герман, там, Чесноков, там еще кто-то. Потом были там эти отцы, такие экзорцисты их можно назвать. Служения были такие очень, скажу так, специфические. Некоторые возмущаются, смотря, допустим, на по телевизору служения, допустим, там, Владимир Мунтян, там другие служители, такие, Макаренко, там, где там люди падают, там, освобождаются, значит. Но, знаете, вот то, что, значит, в храмах проходят, это еще более зрелищно, намного более зрелищно. Вот, кто бывал, не бывал, я не знаю, но иногда по телевизору кое-что показывают. Там, скажу так, протестанты отдыхают. Вот, в общем-то. Я был на таких собраниях, служениях. Ну, семинаристов брали тоже. Вот, Герман, там, не помню, кто еще. Я возле Наума был некоторое время, этот старец. Он уже был таким уже старым священником, служителем. И, в общем-то, я возле него находился некоторое время. Даже в его келье, там, с утра до вечера, значит, помогал, как бы. Но, в общем-то, вся моя помощь была такая очень незначительная. Он мне говорил, ну вот, Сережа, стой и вот смотри, наблюдай. Значит, и, знаете, а вот тогда, когда в храм, там есть один из храмов в Загорске, ну, в Сергию посадят нынешнем. И там битком народу набивалось, значит, именно как раз вот для этого служения. Просто, значит, яблоко негде было упасть на самом деле. И вот, и двери закрывались сразу, значит, то есть там бесполезно, там барабан, не барабан, не выпустят никого. Значит, и, значит, началась эта вычетка. И этих, значит, семинаристов, как раз, инструкцировали, ребят, чтобы там бесы не проскочили, знаете ли, чтобы вылетев, чтобы они в тебя не попали, надо блок ставить вовремя там. Блок. Да, 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 и там в Шаолине отдыхают. Там такие блоги ставили ребята вообще там, потому что там быстро. Там, потому что там такое творилось вообще. Там люди одного стошнило, второго стошнило, а потом концептная реакция начинает. Всех тошнит, значит, там, ой. А потом нам это все было вытирать, там было блевотин, все это, швабрами, все это. Это было такое, самого тошнит уже от всего этого. Знаете ли, ну, приходится все это делать, потому что, ну, благословили, значит, послушание такое. Ну, и, значит, и вычетки, там, и люди падали в этой блевотине, значит, у кого-то клаустрофобия там лезет на стенки уже. Вот, значит, но поначалу это шокировало, конечно, но потом, знаете ли, к сожалению, вот такое отметил для себя, что те же самые люди. Но такое часто бывает в любой церкви, конечно, что одни и те же люди, значит, долгое время как-то вот они то одно, то другое, значит, и не могут никак освободиться, знаете ли, вроде бы. Но проблема в чем, что я понимаю, что если человек освободился, нужно, чтобы было заполнено Богом это все. Но священник, конечно, и тот же самый Наум давал, конечно, такие советы, но советы, которые, ну, делать добрые дела, ходить в храм, значит, посреди соблюдать праздники, не работать, значит, ну, как бы, такие общие указания, которые, ну, как бы, реально, они, конечно, не помогут, значит, для того, чтобы заполнить себя чем-то. Словом Божьим, да, допустим, такие указания не давались, значит, чтобы Иисусом Христом такие указания не давались, конечно, поэтому, вот, а крещение Духом Святым это вообще даже и в помине не было, это, знаете ли, это было вообще темным лесом для меня. Потому что, значит, крещение Духом Святым, Христоматив, это было помазание вот этого дорогого масла мира, которое совершалось при крещении. Вот это уже и считалось уже, ну, для меня, в моем понимании, в моем сознании, это и было уже запечатление Духом Святым, крещение Духом Святым. Поэтому, как бы, я в 96-м году, конечно, познакомившись, там, потом, что с протестантами, с писятниками, я узнал, что у них есть такое учение, служение, думаю, ну, что ж, получается, я что, не крещен Духом Святым? Ну, как же, мы же все одним миром мазаны, значит, как бы, значит, крещеные, получается, Духом Святым. Но, оказывается, не все так, как вот, значит, учили, чем у меня. Потому что есть реальное переживание Божьего Духа, и не хотелось бы его, знаете ли, вот, заменять вот именно на просто помазание такого дорогого масла. Это совершенно не то. Вот, и, конечно, и знание бывает, ну, это, вообще, тема освобождения очень такая, серьезная тема. У нас, вот этот Борис, значит, там, священник наш, который в этом, в Днепропетровской области, там, вообще, говорит, значит, говорю, когда матом, там, значит, один мужчина, он там дьявола изгонял, значит, там, значит, там, не допускал его больше, и потом уже матом, матом, ну, даже, вот, вот, даже такое освобождение, знаете ли. Ну, правда, тот бес вовремя, как бы, значит, сказал, значит, что о христиане матом не ругаются. Ну, да. Так что всякое бывает. А один священник, допустим, пожилой батюшка, уже такой пожилой довольно, значит, отец Василь, значит, он сам Скорпат, он такой опытный, казалось бы, экзорцист, и о нем такая молва, такая и по Украине, и за пределами ее. Но я был и общался с ним лично, общался, молился с ним лично, был у него, и даже видел его, как бы, ну, опыты такие, экзорцизма, изгнания. И с семинаристами разговаривал со Львова, ребята его очень хорошо знали, эти молодые, они были на его служении постоянно. И вот этот священник сказал такие слова, я слышал эти слова, он открыл такой кейс, такой, и там в этом кейсе был крест, большой крест такой, деревянный. И он сказал такие слова, что он не решился бы на вот экзорцизм сейчас, если бы не вот этот крест. А этот крест, якобы особенный, он, значит, сделан из дерева, которое росло в Гефсиманском саду когда-то, а внутри стружка от настоящего креста, как бы, Иисуса Христа. Вот как бы, и вот это упование у него было, понимаете ли, уже пожилой человек, казалось бы, да, а вот у него упование вот на этот фетиш, на вот это вещественное, земное, это элементы магии, знаете ли, это не для нас. Зачем? Вот, потому что бесы крестов не боятся. Знаете ли, это только в фильмах ужасов, там, от заката до рассвета, они там, и то, более продвинутые фильмы ужасов уже другие бесы показывают, уже крестов не боятся. А вообще, по-настоящему-то, только в житиях святых и фильмах ужасов бесы крестов боятся. Вот, если бы крестов боялись бы бесы, то, ну, скажу так, все было бы гораздо проще. Везде нарисую кресты, и все, и как бы, и бесов в ходу нет вообще. Знаете ли, вот, или там соли, допустим, боятся якобы, значит, они, значит, да, значит, пересолу, я не знаю, значит, потом чего еще боятся? Святой воды боятся, да, бесы якобы, значит, да, потом, чего, с серебряной пули, чеснока, да, с чесночком, да. Вот с чесночком, если все, это, значит, бесы вообще в шоке. Ну, не знаю, как насчет бесов, но насчет одержимых точно не подойдут. Вот, значит, там, осиновый колышек для особо строптивых. Значит, ну, в общем-то, это все орудия, знаете, это все, ну, блеф. На самом деле, лишь имя Иисуса Христа. В Грузии у нас церковь в Руставе, в городе Руставе, реформаторская православная церковь. И, знаете, в этом году начали другую церковь уже в городе Цараване. И там один из наших священников, слушателей, он сам Свани, Сосванетти. Это такой маленький регион такой горный, высокогорный в Грузии. Свани – это маленький народ, но очень гордый, и их немного, но они в высоком горах, в башнях живут. Ну, многие, особенно такие вот, как бы, старожилы. И, представляете, там, реальный случай из реальной жизни, ставший анекдотом там. Один Свани, он был в столице, в Тбилиси, купил компьютер и привез к себе в село. Собрались, ну, селяне, значит, он показывает им, вот, объясняет. Это вот монитор, это вот, значит, там, компьютер, значит, это вот мышка, там, все, клавиатура. Все, о, надо же, ну, прогресс пришел в Сванетти. Значит, а потом спрашивают его, а зачем столько много чеснока? А он, значит, обложил весь компьютер охапкой чеснока. И он, а он нам объясняет, что вот, ему там, в столице объясняли, что в компьютере вирусы бывают. И он сделал свою программу антивирусную такую, знаете, охапкой чеснока. Доктор Свани. Доктор Веб, да, отдыхает, и Касперский тоже в шоке. Доктор Свани. Ну, вот знаете, вот как, допустим, для нас, да, ну, глупость, конечно, значит, с чесноком бороться с компьютерными вирусами, да. Значит, вот на таком же примитивном уровне находятся все христиане, что считают, что можно, допустим, с помощью святой воды, крестов, значит, бороться с нечистой силой. Вот они на таком же духовном примитивном уровне. Там весь ад с них просто угорает, как бы, значит, да. Но дьявол и его бесы, они подыгрывают порой, значит, вот таким невежестым христиан, чтобы заручиться их особой какой-то верой вот в эти вещественные вещи, в земные вещи. Потому как на самом-то деле именем моим, Иисус сказал, будут бесов изгонять во имя Иисуса Христа, бешем и ишуа. То есть буквально по-русски это я в имени Иисуса, а Иисус во мне, именно, бешем, значит, буквально в имени Иисуса. Вот в этом есть освобождение. Ни в чем другом. Абсолютно. И это знамение, которое сопровождает верующего человека. Поэтому имени Иисуса Христа. Это не просто волшебная формула. Знаете ли, вот сыновья Стевы, первосвященника, тоже пытались именем Иисуса, да. Но они сами не пребывали в Иисусе. И Иисуса не было в них, в этих людях. Да, друзья. И по поводу, конечно, вот освобождения. Во-первых, нужно быть во имя Иисуса. Никакими святыми мы не можем заклинать дьявола. Не можем заклинать бесов. Только во имя Иисуса Христа. Аминь. И вот, коль последний вечер, расскажу несколько таких историй. Как оккультизм пришел в жизнь церкви. Есть яркие оккультные проблемы в христианстве. Чаще всего они связаны с культом мертвых. Слава Богу, что в протестантском мире нет таких доктрин. Слава Богу. Но на практике подобное бывает. И подобное присутствует. То есть, я не говорю сейчас о доктринах протестантских церквей. Но о практической реальной жизни христианской. Дело в том, что молитва за упокой. Допустим, молитва за умерших. И обряды, связанные с культом мертвых. Они распространены и среди протестантских верующих. Почему? Потому что, во-первых, кто такие наши протестанты? Чаще всего это те, кто вчера были номинально православными. И живущие в окружении традиции католической православной, допустим. И находящиеся под влиянием потому. И это неизбежное влияние. Бывает, либо на нас влияют, либо мы влияем. Хорошо, когда мы влияем. Плохо, когда на нас влияют. И культ мертвых, все, что с ним связано, это очень, конечно, за один вечер невозможно все это рассказать. Но отметим следующее. Что Библия, Слово Божье, ничего не говорит о возможности живых людей повлиять на судьбу умерших людей. Аминь. Ничего. Даже не полслова. Хотя учение о молитве, это одно из самых главных учений Библии всей. И о молитве говорится очень полно. О других некоторых вещах не так полно. О молитве очень много. Даже учение самого Христа. Много молитв мы видим. Но нигде нет возможности в молитвах молиться живым за мертвых. Хотя находятся умники, конечно, и умницы такие, которые говорят. А вот, мол, знаете ли, вырывая из контекста, из Писания. Вот, у Бога нет мертвых, у Него все живы. Потому мы молимся не за мертвых, а за живых, только находящихся в другом измерении. Но у Бога-то нет, а у нас есть. Мы живем в том мире, который строго разделен. Есть царство мертвых, царство живых. И вот мы, находящиеся в живом измерении, будем так говорить, да? Мы не можем повлиять на судьбу умерших людей. Это не наша юрисдикция. Некоторые говорят, ну ведь мы можем просить друг друга молиться о нас? Да, можем, покуда живы. Завтра уже кого-то нет, мы не можем попросить его молиться за нас. Поэтому культ святых, он вообще абсурден сам по себе. Допустим, умерли многие протестанты, да? Чарльз Перджин, да, допустим, умер, давно уже умер. Король проповедников, великие проповедники. Допустим, я, к примеру, я баптист, допустим, да, или 50-ник, готовлюсь к проповеди. И я там не говорю, о, святой Чарльз, моли Бога обо мне, дай мне мудрости, значит, там, значит, ты хорошо проповедовал, помашь меня тоже, так, благостави. Вот, или, допустим, 50-ники собрались, там, к примеру, Воронаев, допустим, Иван, молись о нас, значит, там, или там, баптисты, там, еще кому-то. Вот, это было бы абсурдом, потому что Бог, Он с нами сейчас. И если человек ушел из жизни нашей, вот, земной жизни, согласно Слову Божьему, у нас последняя возможность есть молиться за Него, именно, за Него, именно, непосредственно, это молиться за воскрешение человека, умершего. Последнее наше право, согласно Слову Божьему, молиться за воскрешение. Я не знаю, значит, это, наверное, что-то изрядом выходящее, я только лишь раз в жизни молился за воскрешение умершего человека, но это было, как бы, экспромтом, просто, это было на дороге, ДТП, значит, и, вот, человек без признаков жизни, как бы, и я просто молился, не соглашаясь с его смертью, значит, это было, вот, раз в жизни, это было чуть больше 10 лет тому назад. Слава Богу, Бог помиловал этого мальчика, значит, он ожил, значит, он вернулся к жизни, вот, и, больше того, он был потом в очень короткое время исцелен, пока его везли в Королевец, это в Сумской области было все, возле Королевца. Да, и пока везли его в Королевец, как потом выяснилось, минут 15, наверное, всего лишь от места происшествия его везли, то есть, это место рядом с Королевцом буквально. Так вот, за это время, пока везли его в Королевец, он был полностью исцелен, и раны, согласно слову врача, несовместимой жизнью были исцелены очень быстро, то есть, его кости, там, голова была, как переспелый арбуз треснувший, знаете, трескается, вот, кости разошлись, и там мякость клокотала вот эта, мозги эти. Значит, и что интересно, кости срослись за 10-15 минут. Ну, раз это возможно, естественно, естественно, невозможно, это только сверхъестественно. Кожа срослась, кровь, его была на нем, следили с тем, что все это не приснилось, кровь смыли потом, значит, не нашли ни царапинки, ни шишечки, ничегошеньки. Делали снимочки его тела, самое интересное, два раза делали, потому что первым снимком хирург не поверил, делали повторно все. Оказалось, что повторностники все полностью подтверждали, что, оказывается, все его кости срослись, представьте себе. А одежда показывала, что он действительно с ДТП привезен, значит, значит, и, а под одеждой все цело. Как это может быть? Не может быть. Мотоцикл не подлежал восстановлению, а тело человека восстановилось, притом бесшовно, без этих всяких там следов, как бы, бесследно. Но это еще не все. Врач сказал, это чертовщина какая-то. В моем присутствии следователю говорил, это чертовщина какая-то. Потому что это не была ошибка никак, потому что хирург мальчика узнал, и мальчик его, ну, все, подтвердил, что это он. Он лежал у них в хирургии с переломом когда-то. И врач объяснил, следователь сказал, что как бы у него не зажило тот раз, прошлый раз, на снимках должен присутствовать след от старого перелома. Но даже следа от старого перелома не было. То есть, Бог исцелил его в тот момент, удивительным образом, не только новые раны исцелились, но даже след от старого перелома исчез. А такого не бывает. То есть, это явно, но это не чертовщина, как врач говорил. Потому что никакой черт не заинтересован в том, чтобы вот такие вещи делать. Это только Бог может делать такое. Потому что от Него всякое даяние, благой дар совершенно свыше сходит. От Отца Света. Слава Богу. И, ну это я начал как бы уже свидетельствовать, но, знаете, я к чему это рассказывал? Что за умершего у нас есть последнее моральное и духовное право, юрисдикция. Мы не нарушим Слово Божье, если будем молиться за воскрешение недавно умершего человека. Самый потрясающий случай в Библии описан в 11 главе Евангелия Атеана. Воскрешение праведного Лазаря. Значит, в традиции православной даже есть такой день, называется Лазарева суббота. То есть, вспоминается общецерковно вот этот феномен. Это удивительное чудо воскрешения Лазаря. Это в субботу перед верным, перед входом Господня в Иерусалим. По традиции так вот принято. Ну, давнишней уже, полторы тысячелетней традиции. Так вот, и что интересно. Лазаря Господь воскресил Иисус в четвертый день. Представьте, самое невероятное. Согласно, в общем-то, ну, Слову Божьему, во-первых, его тело было уже подвержено тлению, да? Уже смердел, запах. Уже процессы необратимы. Четвертый день. Больше того, согласно теологии иудейской и тогдашнего иудаизма, да и сейчасшнего иудаизма тоже, и ортодоксального, и, значит, хасидского, ну и других направлений, либерального, допустим, иудаизма, тоже, получается, только лишь три дня максимально отводятся для возможности души человеческой вернуться в тело. Пока нет следов, вот именно порчи тела уже, значит, и считается, что только, что лишь три, трое суток душа может быть возвращена. После этого, согласно теологии иудаизма и тогдашней, и сегодняшней, в любом направлении, фактически, иудаизма современного, однозначно говорится, что душа поднимается потом, вот, допустим, мистические такие вот учителя говорят, что это место Хеврон, там, в Иудее. Хевр, связываю буквально. И они считают, что именно в Хевроне, вот эта духовная пуповина такая, соединяющая землю и небо, и души человеческие, они поднимаются по этой пуповине уже, вечность уже, все, уже безвозвратно. Но, правда, многие современные иудеи сегодня, как и тогда, многие тоже верили в воскресение мертвых. И мы верим в воскресение мертвых. Но, то есть, Бог будет воскрешать мертвые тела. Но, Иисус, воскресив Лазаря в четвертый день, Он спутал все карты им, теологически. Получается, что Он нарушил все представления, доктрины, вот, касательно жизни и смерти. Потому как, если бы Иисус пришел бы чуть пораньше бы, допустим, в конце третьего дня, к примеру, да, и воскресил бы друга своего, Он дал бы все основания сказать современникам то, что говорил Никодим, помните, да? Приходя в третьей главе Иоанна, написано, мы, говорит, знаем, не о себе, там, мы, Николай II, да, а вот мы, то есть, он и другие какие-то учителя, раввины, знают. Мы, говорит, знаем, что ты учитель, пришедший от Бога. Ибо таких дел, которые ты делаешь, не может делать человек, если не будет с ним Бог. И это было очевидным, именно, Божьим чудом. Хорошо, если бы Иисус воскресил бы в первых три дня, то это было бы основанием рассказать, что да, ты пророк, пришедший от Бога, действительно с тобой Бог. Но Иисус, в четвертый день воскресив Лазаря, не оставил шансов для таких рассуждений. Религиозной системе надо было признать Иисуса Богом, ни много ни мало. Просто сказать, что ты не просто пришедший от Бога, а ты Бог всемогущий. Но это рушило все представления, многовековую традицию, всю систему религиозную. Иисус, свет просвещающий все народы и славу народу своего Израиля, Иисус, Он пришел к своим, свои не приняли. И чаще всего по своим религиозным, политическим предубеждениям, чаще всего, как опасны эти духи религии, даже сына Божьего могут распять. Но те, которые приняли, переступив через все, приняли Его, Он дал власть им быть чадами Божьими, которые родились от Бога, новым святым рождением, свыше. И два тысячелетия подряд, евреи, неевреи, неважно кто по национальности, принимая Иисуса Христа своим Господом, Богом, Спасителем, ты рождаешься в вечную святую жизнь на небесах. Слава Богу! Слава Иисусу Христу! Да, и повторю молитву для тех, у кого телефон зазвонил. И молитва в Назарете, родном городе Иисуса Христа, в Синагоге, я слышал такую молитву. Равин сказал, достанем телефон и помолимся. Я так достал, так мало ли, может здесь без роуминга прямая связь. Мало ли, в Израиле ничему не удивишься вообще. Там чудо, на чуде чудо погоняет вообще. И знаете, значит, и он сказал, благословен Бог наш, давший нам мобильную связь, и повелевший ее отключать во время служений. И все нажали. Мне так понравилась такая молитва, простая. Поэтому помолитесь такой молитвой, если что, если вы забыли. Хорошо. Вот и касательно вот этой доктрины о молитве за умерших. Ее нет в Писании. Ее нет в первом веках христианства. Вы, наверное, удивитесь, очень сильно удивитесь. Но первое в 300 лет, когда наших с вами старших братьев и сестер бросали на потеху порой публики к альвам, и сжигали, распинали, и церковь была в таких гонениях. Знаете, в чем римские власти чаще всего обвиняли наших братьев и сестер? Ну, во разных грехах, конечно, там, с больной головы на здоровую валили все порой. Но основное, первое, в чем обычно обвиняли христиан, общее, это было распространено во всех судебных разбирательствах, в атеистической ереси, в атеизме. То есть, первых христиан римские власти считали атеистами. Атеизм считался опаснейшим учением. Ты мог верить в любого бога, но отрицать богов ты не мог. Это было бы верхом бесчестия. В те времена безбожники лишь могли сердцем верить, что бога нет, но устами это не могли еще исповедовать. Знаете ли, и атеизм карался очень жестко, ну, до смертной казни, в общем-то, было наказание, при упрямстве. Но христиане упрямо держали свое учение. Судьи говорили, и римские граждане, обыватели говорили христианам, где ваш бог, покажите нам вашего бога. Ну, у меня бог, он во мне, он везде, он там, он сам, он один, он вездесущий, он как? Так, римские судьи считали, что христиане в своей религиозной демагогии и философии, они лишь просто вуалируют, прикрывают свой атеизм. У них нет изображений бога, вообще у них очень странные, дикие представления божествия, и поэтому они говорят, что у них бога нет на самом деле. Они лишь просто разглагольствуют нам о боге. Реально у них нет бога. Но не только это, раздражало в христианах многое очень из того, что было в церкви первоапостольской, первохристианской церкви. Потому что первая церковь очень сильно отличалась от всего того, что потом стало называться христианством. В том числе у первых христиан не было культа мертвых, не было вымаливания, не было, знаете ли, молитв за упокойных и прочее, прочее, прочее. Когда же пришли молитвы за упокой в христианство? В четвертом столетии с начала монашества пришли и вот эти оккультные учения, доктрины. Через гностицизм, через спиритизм. Для гностиков спиритизм был нормой, это было обычным. То есть общаться с умершим. Согласно Слову Божьему это грех. То есть Бог запрещает общаться с умершими. Бог запрещает общаться с ними, вопрошать их и прочее. И в традиции библейского иудаизма не было никогда молитв, даже вспоминательных молитв, современные в любых седурах фактически еврейских молитвенников, то бишь молитва вспоминательная, это уже более поздние явления в средние века под влиянием, как ни странно, христианства, не без влияния официальной церкви. В еврейскую литургию стали входить традиции вспоминательных молитв, в том числе и даже на могилах праведников и прочее, прочее, прочее. Вот это все наносное. Изначально в библейском иудаизме этого не было просто-напросто. И христиане, выйдя из лона библейского иудаизма, конечно же не имели тоже подобной практики. Хотя любая религия, даже самая первобытная, имела культ мертвых как таковой. Молитва за упокой очень популярная в любых религиях, в христианстве она напрочь отсутствовала. Через спиритизм это зло, это действительно попытка войти в духовный мир с черного хода. И это есть действительно большое, очень даже зло для церкви. К сожалению, монахи, первые монахи, первопроходцы, основатели монашества, все были фактически спиритистами. Все были ярко выражены спиритистами, включая и Антоний Великого, отца-основателя монашества. Это как бы пионер, монах номер один, как бы Антоний Великий, он жил в середине, ну будем так, начала, середина четвертого столетия. Его ученики, Макарий Египетский и все остальные, это все были спиритисты. В житии Макария Египетского, ну скажу так, с добрый десяток можно найти ярко выраженность спиритических общений с умершими, с душами умерших людей. Он считал, что общается с душами умерших людей. И самое интересное, он не считал это чем-то противоестественным, он не считал это греховным. И в житии этого святого, он официально канонизирован, официально католической, православной церквями, там также не говорит, что это было его отступничеством, грехопадением. Наоборот, это преподносится обывателю, православному и католическому, как именно духовная, высокодуховная жизнь. Я помню эти вопросы, я сам не задавал, я лишь слушал, и в Загорске, тогдашнем Сергеем Посаде, вопросы звучали. Тогда не было этих ксероксов, просто под копирку, некоторые ребята там хорошо, быстро печатали, делали распечатки такие, и мы получали на листах вот эти вот, и выборки такие, подборки. И жизнь, и жития святых, выписки такие определенные. И знаете, и вопрос, он сам-самый напрашивался, только некоторые были такие более посмелее, ребята, они как бы это все спрашивали. А другие слушали, я был больше среди слушателей. И вопрос такой, как это звучало, не раз. И в Ленинграде тоже попал раз на лекцию, и тоже примерно такую, чуть-чуть затронули тему, ту же самую. А спиритизм, официальная церковь отрицает его, и считает это грехом, спиритизм. И многие священники даже публикуют сегодня в книге против спиритизма, говоря, что это грех. Но самое интересное, преподаватели семинарии говорили примерно следующее нам, что спиритизм это как бы грех для простого человека, для простолюдина, непосвященного. Вот для прихожанина это грех, а вот для посвященных, для тех, кто в теме, это не грех, это наоборот даже высшее, как бы, ну, я не помню всех слов, но может не высшее, но духовная жизнь, высокодуховная жизнь примерно так вот, как бы говорилось. Но такая присказка прозвучала, и не раз она звучала, старая поговорка добрая такая, ну, может, не совсем добрая, правда, что положено попу, не положено диакону. Значит, и что вот положено, допустим, старцу, монаху, допустим, да, то не положено простому захожанину, прохожанину, ухожанину, для них другая, ну, другая шкала вообще. Но я скажу так, что если спиритизм это грех, он грех и для батюшек, и для матушек, и для прихожан, и для захожан, для всех. Почему, допустим, значит, вот, допустим, для схимников, допустим, для монахов, для старцев, почему спиритизм является духовной высокой жизнью, а почему обычный прихожанин не имеет права в таком случае тоже поспиритистовать, значит, и поговорить, допустим. Находятся такие проповедники в православии, которые, в принципе, эту грань стирают, в том числе, и очень неприятно тоже, к сожалению, об этом тоже и вспоминать мне, но надо. Один очень уважаемый человек, просто его, я очень сильно уважал, значит, уже ушел он в вечность, уже митрополит Антоний Сурожский. У нас были в Киеве, в церкви с Лондона целая делегация, были, были представители его, приезжали из Англии православные те, которые, его духовные чадо, будем договорить, и которые воспитывались в его храме, и тогда Антоний был еще жив еще, и, в общем-то, приглашали нас туда, в Лондон, но я когда послушал и поговорил с ними, а потом почитал на эту тему самого Антония, я, честно говоря, разочаровался в этом служителе, потому что, представьте себе, вот эти люди, что приезжали к нам, да, в Киев, они, значит, говорили так, что наш владыка, ну, этот митрополит, он, значит, благоставляет молиться не только святым, а мы как раз по поводу святых, я говорю, ну, вы же молитесь святым, а мы не молимся, они, ну, да, но мы не только святым этим официально молимся, мы и неофициально тоже молимся, как, каким образом, мне так интересно, каким образом, а молимся, допустим, нашим бабушкам умершим, дедушкам умершим, вот, значит, просим их, чтобы они защищали наш род, нашу семью, значит, потому что владыка митрополит нас благоставил, И я почитал его интервью, митрополит Антония Сурушского, его проповедь на эту тему, действительно, я этого раньше не замечал просто, на самом деле, и у него есть здравые проповеди, там где он касается Евангелия, личности Христа, он хорошие вещи порой пишет, на самом деле прекрасные вещи, до сих пор порой там много его работ дома, но при всем уважении к его светлой памяти, знаете, столько негативного, оказывается, спиритического было в его тоже учение, намешано, и старое, и новое, и он рекомендовал своим действительно прихожанам, даже в этом интервью, в печатном варианте, не только со слов, теперь я знаю людей, но и прочитав это все в его проповеди, в его беседе, что оказывается, он рекомендовал прихожанам, вообще православным христианам, молиться не только святым, но еще даже своим умершим бабушкам, дедушкам, зная, если они благочестивы были, особенно жизни, что они точно угодили Богу. К сожалению, еще один очень уважаемый человек, он тоже пострадал от этого лжеучения, от этой ереси спиритической, это Александр Мень, очень уважаемый мною священник, его учения помогли мне во многом стать реформатором, пройти путь от традиционализма именно к евангелизму. Его проповеди помогли мне, особенно книга «Сын человеческий», многие его беседы, особенно вот эти «Быть христианином», вот эта самая его знаменитая беседа, наверное, последняя его, перед смертью он ее говорил. К сожалению, при всем уважении, опять-таки, к его светлой памяти, он тоже имел спиритические, ярко выраженные спиритические проблемы. Как именно? Он вырос в такой еврейской семье, где мама, она была самая важная, самая главная, ну, аидиша мама, знаете, как вот, значит, в традиции. Все хорошо, казалось бы, но когда умерла мама, он, знаете ли, потерялся, как человек, он потерялся. И он настолько сильно был растерян, что он, будучи вот православным, там, служителем, он закрывался просто у себя в комнате, ни с кем не разговаривая, и разговаривал со своей мертвой мамой. И все выговаривал, и выговаривал, и потом, говорит, просил ее, допустим, потом он уже увидел причинно-следственную связь, стал, он сам об этом в своих беседах признается. Он разговаривал со своей покойной мамой, и, значит, и потом проходило некоторое время, и он получал ответы, то есть на свои молитвы, просьбы. И он понимал, что мама, она за него слово там заболвила, что мама ему помогает оттуда. Это явно спиритический опыт отца Александра, к сожалению, таким, значит, черным пятном лежит на его совести, на его служении. Хотя, при всем при этом, знаете ли, он был очень прогрессивным священником, конечно. Особенно последний год его жизни, 90-й год, его убили в конце 90-го года, в сентябре 90-го года. И последний год его, 90-й, был, знаете ли, таким максимально христицентричным. Я надеюсь, что он и не молился уже к своей матери, хотя не могу это точно утверждать. Это к чему меня научило, что любой, даже самый продвинутый там священник, священник, пастор, епископ, митрополит, кем бы он ни был, пока Иисус не в центре внимания, и пока Слово Божье, Библия, не является фундаментом, ярко выраженным в его жизни, все может быть вообще и даже такое, о чем даже не подумаешь вообще в жизни. Есть еще вопросы? Да. Спасибо. Ну, конечно, тема большая. Откуда в православие пришел обряд ставить свечи? И ставите ли вы свечи в своей церкви? Вообще, есть разные объяснения даже, кстати, этого. Я даже читал такое, что чисто практически раньше проводилось служение чаще всего в темном время суток, и поэтому нужно было освящение какое-то в церквях, поэтому как бы раньше это было именно так вот, для необходимости. А потом, когда уже в светлое время суток стали собираться, проводить богослужение, но традиция сама осталась как бы, вот, есть такое объяснение. Есть другие объяснения, конечно, светильники выжигали и в церквях, значит, и в домах еврейских, и по сей час, сегодня пятница, вот, допустим, вечером, во всех таких вот именно еврейских домах, где вот именно в семьях выжигаются свечи, две свечи минимум и больше, и читается молитва хозяйке дома обычно, вот, и благословение от Бога, значит, ну, это как красивый обряд, но вот ставить свечи там, как вот сейчас распространено, за упокой, за здравие, за что-то еще, это чисто такое уже, ну, как бы уже языческий обычай такой уже, ну, адаптированный, потому что много всяких суеверий, там, значит, свечку поставил, значит, поломал ее, значит, чтобы там кому-то плохо было, значит, там, значит, живым, там, ставить за упокой, значит, там, это все, знаете ли, такие, всякие суеверные обычаи еще к этому приписались. А вообще, мы зажигаем иногда свечи, тоже семи свечи зажигаем, значит, зажигаем, вот, на шаббат тоже зажигаем свечи, допустим, значит, в начале шаббата, в пятницу обычно мы зажигаем тоже свечи, две свечи, больше свечей зажигаем, вот, как красивый обряд, мы расценим это, значит, в нашей семье, допустим, вот, и плюс еще на служении иногда тоже зажигаем светильники, лампада, допустим, значит, там, вот, красивый обряд, но главное, чтобы это не было, да, спасибо, спасибо, главное, чтобы это не было именно такой традиции, которая бы с собой затмевала бы, ну, собственно, того, ради кого мы все же делаем, да, и по поводу молитвы за покой, это еще, я упоминал Макария Египетского, да, вот такой пример хочу привести сейчас, вспомнить, в житте Макарии Египетского есть эпизод, он называется, чаще всего называют его беседой Макарии с черепом, согласно официальной версии, православной церкви традиционной, Макарий однажды нашел человеческий череп, вызвал каким-то образом дух, которому при жизни череп принадлежал, и дух отвечал ему прямо из черепа, ну, хрестоматийный спиритизм, значит, и этот дух, как бы, со слов Макария, мы знаем об этой беседе, что, якобы, этот дух сказал ему, что при жизни он был жрецом оккультной египетской древней, там, религии, на вопрос Макарии, где он сейчас, тот дух сказал, что мучаюсь пламени всем, как бы, значит, там, страдаю, ну, как бы, значит, Макарий подумал, значит, видимо, это все правда, значит, и стал дальше расспрашивать, и вот из этого расспроса родилось такое понимание, видимо, Макария Египетского, что можно молиться за умерших, и даже нужно даже вспоминать их, молитва своих, потому что им, как бы, бывает нечто вроде, там, утешения какого-то, даже находящимся на дне ада, вот этим бедолагам, которые там попали в самое дно, как тот жрец, допустим, это было в четвертом столетии, и откровение Макария Египетского о молитве за упокой, через пиритизм полученное, оно было очень востребовано, потому что шла речь о молитве за умерших вне христианства. В четвертом веке вообще, вот, между первым и вторым собором вселенскими, знаете ли, сохранялось все-таки библейское, более или менее библейское представление о спасении, учении, и если бы вы предложили в церквях в четвертом веке помолиться за упокой христиан, допустим, умерших, ну, вас бы засмеяли, скажут, вы не христианин разве, вы не знаете, что верующий в него не судится, и как бы, то есть, были представления библейские, но у многих был вопрос о молитве за умерших вне христианстве, допустим, там, бабушках, дедушках, там, родителях, там, прародителях, и поэтому откровение Макария Египетского стало очень даже, ну, популярным, по крайней мере, в африканских провинциях и в восточных провинциях, оно стало распространяться. То есть, священнослужители многие предлагали помолиться за умерших вне христианстве, допустим, некоторых родственниках. Сегодня, ну, со временем все изменилось, и сегодня официальная церковь, допустим, православно молится за умерших только лишь в христианстве, и притом только лишь в православном христианстве, за редким исключением. Если вы сегодня, допустим, подадите записку за, допустим, не знаю, кого, ну, кто там умер вне христианстве, там, допустим, Махатма Ганди, допустим, да, значит, там, за Махатму, чтобы помолиться, чтобы ему там было лучше, там, или еще лучше, там, или что-то еще. Или, допустим, за кого-то, не знаю, ну, кто умер там у нас, там, Майкл Джексон, допустим, да, значит, там, за Майкла, значит, за упокой, значит, там, но обычные батюшки отказываются, говорят, о, это протестанты, о, это католики, еще кто-то там, непонятно кто, только лишь молимся за своих, только за православных Вот, а в те времена было все, как бы все наоборот, значит, молились как раз за умерших в нехристианстве Так, ну, в основном, все, что Макарий Египетский, как бы, вот, имел опыт спиритический, об этом мы знаем просто с его слов, со слов его учеников Но есть эпизод один интересный такой, в его житии, он описывается, когда он выступал спиритистом на суде, в присутствии многих свидетелей был сеанс проведен, значит, и он описан тоже в житии Макария Египетского Там было громкое дело, убийство, уголовное дело, была убита одна женщина, обвиняли одного мужчину, который клялся, божился, что он не убивал Но, как бы, очень много, как бы, было, как раз за то, что именно он есть убийца Мнение судья разделилось, значит, и народ разделился во мнениях одни за, други, против, народ в городе волновался Убийство было очень жестоким, бессмысленным, значит, значит, а мужчина, как бы, вроде бы, как бы, о нем, хорошего только говорили И, ну, алиби у него не было И вот, в таких случаях в Египте обычно обращались к кому? К спиритистам, к медиумам Это была практика обычная, дохристианской, значит, практикой А здесь уже, как бы, христианская империя, как бы, и колдуна найти очень трудно, значит, такого, ну, обычного колдуна Решили найти колдуна такого уже христианского, как бы, спиритиста Макарий Египетский вышел из пустыни, пришел специально, чтобы выступать в суде, как спиритист И вот, значит, судьи и народ пошли на кладбище, указали Макарию место, где похоронена была вот эта женщина И Макарий каким-то образом вызвал этого духа, этой женщины Его не видели, как бы, но люди слышали этот дух И узнали по голосу ту самую женщину, как бы, опознали И в суде произошел такой интересный допрос, умерший Вот, значит, пострадавший до стороны, или, как назвать это, свидетеля Значит, и допрашивали, и женщина оправдала полностью вот этого мужчину Сказав, что он не убийца вообще, и он не виноват в моем убийстве, значит, и, как бы Ну, из зала суда его отпустили, на радость, значит, его там, семье, значит Но, значит, о Макарии Египетском еще больше молва пошла, как бы, как о великом чадотворце Который даже, вот, в зал суда мог дух умершей женщины вызвать, как бы И вот, что было дальше После Пахоми Великий, Ануфри Великий В общем-то, очень много, вот, этих отцов-основателей монашества Первопроходцев, монахи номер, как бы, один номер, два, номер три Первых, вот, три поколения, особенно, монахов Это были все сплошь, именно, вот, эти вот, спиритисты Я думаю, есть исключения, но пока, по крайней мере, то, что я читал Однозначно, в житии каждого из них есть больше или меньше, но есть спиритические опыты Ну, конечно, как у Макарии, наверное, ни у кого, наверное, столько нет спиритического опыта То есть, эти люди, грешники, не знавшие Бога Выдавая себя за христиан Но, еще, обманывали людей Но самое страшное, что сделала официальная церковь В средние века их канонизировали Объявили святыми Достойными поклонений, там, значит И сегодня к ним сами молятся К этим людям, значит, призывают их имена Молятся, есть праздники в честь этих святых Больше того, добротолюбие, значит, собственно, состоит из их учений Ну, как считается, по крайней мере Хотя там много, как бы, интересного И много, ну, как бы, даже есть на чем поразмыслить На добротолюбии, на самом деле Но, при всем при этом Скажу так, что добротолюбие, это книга Состоящая частично из, именно, добрых учений, на самом деле Хороших учений Но, большей частью, откровенной ереси Откровеннейшей ереси И, чтобы, допустим, отравить человека Не обязательно давать ему стопроцентный яд Можно яд смешать с чем-то, допустим С каким-то веществом Чтобы он, значит, мог это все проглотить И вот то же самое дьявол делал порой Он берет, вроде бы, и библейские какие-то учения Какие-то, вроде и хорошие слова Даже из писания, там, цитата есть В добротолюбиях много Есть таких, из Библии, таких цитат Но это все перемешивается со спиритическим опытом С оккультизмом И, представляете, это, скорее всего, для того же сделано было С надобью такое Чтобы именно христиан травить Чтобы именно христиан, именно христианские церкви Травить этим мракобесием религиозным Но вот, к сожалению, уже в пятом... Это все было в четвертом веке еще И начало пятого столетия В пятом столетии произошла трагедия Монашество стало частью, не только частью официальной церкви Но даже и заняло руководящую роль в церкви И поэтому спиритические учения стали жизнью церкви Ну, расскажу пару страшилок вам Значит, на четвертом вселенском соборе Пошли еще дальше Четвертый собор в основном состоял как раз из монашествующих, собственно Большей частью И, в общем-то, они там уже правили всем И поэтому откровенные спиритические были действия даже Не только учения доктрины, уже даже действия Вот самый такой пример, который тоже я привожу часто Напоминаю интересный людям пример Это чудо называется Ефимий Всехвальный Да, да, чудо Ефимий Всехвальный, им же православие утвердися То есть это, значит, пример Когда в зале заседания, там где собор Ну, конференция, проще говоря, пасторская конференция Чтобы вам было понятнее, протестантам Это собором называется, христианским еще Так вот, и на этой конференции Были епископы, там, архиепископы, митрополиты, патриархи Значит, богословы, там, выдающиеся, там, политики То есть это было самое представительное собрание вообще И вот, и что произошло На соборе, значит, в зале заседания Был гроб с телом умершей девушки Это была Ефимия, мученица Ефимия Девушка, которая больше ста лет была уже как мертва И в этой пустыне она, как бы, ну, засохла, что ли Я не знаю, как назвать это Вот, ну, как бы сухие мощи были Знаете, вот труп, который высох И вот, и молились этой Ефимии Это было в 451 году в Халкидоне Молились этой Ефимии За 20 лет до того был Ефесский собор, который легализовал, по сути, многобожие Когда стали молиться к Богородице, к другим умершим святым И к ангелам, как якобы к посредникам Богу То есть, я не очень спешу А то и, ну, если что-то непонятно, там, пишите Или руку поднимать Я уточню У вас Да? Да, пожалуйста Артемида Ефесская, да? Я только слышала, что был храм Раньше Артемида Ефесская Это Азатомида Ефесская? Нет Артемида Ефесская, да, это Божество, которое поклонялись в Ефессе Значит, но Ефесский собор, это Другое Это то, что Называют Третьим Вселенским Собором 431 года в Ефессе Хотя Один из спикеров собора 22 июня Он сказал Это был местный митрополит Мемнон Ефесский Он сказал такие слова Он вспомнил, опять-таки, Артемида Ефесскую Он сказал, значит, что вот наши предки Мол, непростым совпадением является, что Именно в Ефессе проходит вот этот собор Потому что Эфесс известен издревле именно культом Вот этой Богородицы этой Артемида Ефесской И как бы это Приняли к сведению И на соборе 431 года В Ефессе Было, по сути, легализовано многобожие То есть до того самого 431 года Христиане не молились По крайней мере официально В церквях Кому бы то ни было помимо Господа Только лишь знали одного посредника Иисуса Христа То есть никому там Не приходилось Служителям в голову Молиться, допустим, еще И матери Иисуса Христа Называть ее Богородицей Тем более Царицей Небесной Там и прочее И другим умершим святым Начиная с собора 431 года С Эфесского собора Значит Вот сама система Такая многобожная система Вера в разных посредников Богу Она стала распространяться По христианству И вот в Халкидоне Через 20 лет Ровно через 20 лет В 451 году уже На соборе Использовался Открытым текстом Спиритизм Представьте себе Открытым текстом Как практически Описывается В житиях святых Описывается Следующим образом В гроб Этой девушки Положили Вот такие бумажки Как бы Рукописания Значит Чтобы определить Кто прав Из епископов был В споре ихнем Богословском Хорошо Закрыли Этот гроб И молились Ефиме Открыли гроб Одно из рукописаний У нее в руках А остальные в ногах И сказали О Значит Ефиме дала ответ Значит И когда Засомневались То Ефиме Якобы Протянула руку И отдала Это руку Писания Председателю Вот с того момента Культ мощей Останков Трупов Умерших И их частей Стал в христианстве Распространяться Представьте Откровенно Такие Ну То что я рассказывал Уже Откровенно Сатанинские Такие Практики Которые Христианство Нельзя Назвать Даже с большой Натяжкой Представьте Фрагменты Тел Человеческих Пальцы Ноги Руки Головы И все это Выставляется И выставлялось Для Религиозного Поклонения И все это Называлось Христианством Ужас Конечно Ужас Вот Значит Самый Скандальный Случай Ну конечно Аферизм Был там Сплошной Самый Скандальный Случай Был с головой Афанасия Александрийского Их Обнаружилось Целых Три Три головы Да И Ну католики В этом уже каялись Слава Богу Значит Но один из современных Католических авторов Монах Священник Значит Из Москвы Францисканец Написал Ну видимо Отцы подумали Что это Первая глава Афанасия В молодости Вторая В зрелости Третья уже В старости Ну а как иначе Да Столько Много Находили Всяких костей Столько рук Разных светлых Ног Столько святых То есть это как Сороконожка просто Какая-то Вот Молоко Божьей Матери Она как бы Кормила Иисуса И у нее было Избыточно Молока Грудного И она как бы Сцеживала это все В отдельные сосуды И это все Не портилось И хранилось Столетиями Тысячелетиями И почитали И почитали Столько Много Молока Что Ну там Целая корова Могла Ну простите За сравнение Вот Значит Там Конечно На иконах И они рисуют С такими Грудями Большими Но там Для сравнения Это тонны Просто Молока Она не могла Дать Женщина Простая земная Женщина Столько Много Молока Вот Иисус там Явно Не нуждался Да Значит Но Но опять Таки Это все Вот это все Знаете Это все Религиозное Шарлатанство Аферизм Процветал Из-за невежества Народного Потому что Люди Как правило Слово Божье Вообще Не читали И даже Не слышали Как правило И это не только В средние века Там вот В Европе И у нас То же самое Очень мало Было просвещения Очень мало Где Слово Божье Вообще Говорилось Потому что Если люди Слово Божье Читают Слышат Евангелие Да Они этим вещам Уже не будут Уже верить Уже Но к сожалению Вот еще С Константиновых Времен И его матери Елены Вот это Мракобесие Стало развиваться В церкви Ведь Вот сама Елена Вот эта вот Мама Константинова Да Блудница Ставшая тоже Святой Как бы Которая не раскаивалась В своем блуде Так и умерла Вот значит И Ну В Риме Это не считалось Блудом Собственно Как бы Ну По их Моральным Стандартам Но по-христиански Это блуд Ну То что называется Шведская семья Или как там Вот еще там Многоженство Многомужество Значит В Риме это практиковалось Но Это не христианство И Елена Была в таком блуде Значит Откровенном И когда Двое епископов Ее обличили В этом Что она называется Христианкой И даже Чуть не лидером Христианского мира Себя объявляла Значит И сама Откровенно Живет На таком грехе То Эти двух епископов Сняли Занимаемые Должностей Убрали Куда Макар Своих телек Не пас Значит И Константин Он вел себя Еще более Конечно же Не по-христиански Вот Значит Касательно Всего Фактически Истребил Фактически Весь свой род Свою жену Фаусту Сына Криспа И почти всех Своих ближайших Родственников Казнил Подозревая их В всяких Заговорах Изменах То есть Он страдал Просто манией Такой Но это Ладно Это их Грехи Как бы Но Самое страшное Что они сделали Это вот Этот вот Культ Реликвий Они как раз Именно И стояли У истоков Этого культа Реликвий Елена Она якобы Нашла крест На котором Распяли Иисуса Христа Слышали все Да Вот праздник был Возвижение Допустим Да И люди Вспоминают До сих пор И говорят Вот значит Пишут И пишут И об этом Говорят священники Что мол Елена нашла крест На котором Распяли Самого Господа Иисуса Христа И якобы Там нашли Даже нескольких Крестов И проверяли Якобы Покойник Воскрест На котором Возвижили крест И потом Этот крест Распили Потом значит Его по всему свету Как бы распространили Опять таки Столько обломков Креста Что там Ни один крест Можно было Составить Вот значит И такой Мега крест Но Там не то Что одного еврея Можно было распять Там можно было Много евреев Распять Значит И Все это Говорит о чем О том Что люди Именно Конкретно Нагло врут И не только Там Ладно там В средние века Казалось бы Очень далеко В наше время То же самое В Венеции Вот такой пример В Венеции Там Возле храма Одного Росло дерево Это дерево Спилили Вот Не знаю На радость Не знаю На беду Значит И Бригадиру Этих Рабочих Показало Что Сам пенек Он Знамением Является Потому что Кольца На пенеке Были необычной формы Якобы Вот знак креста Ему показался Хорошо Батюшку Прилосили Батюшку Сказали Точно Знамение Но там Я был Там можно что угодно Нафантазировать Да Кольца Необычной формы Но там хоть Карла Маркса Можно представить себе Вместе с Фридериком Энгельцем Их там Великим Знаете ли Как бы Практиком Значит И В общем-то Но Им показался там крест Хорошо Нет проблем Но так Собрали там Добровольно-принудительно Пожитование Всех частных Предпринимателей Города Винницы Значит Кто противился Тем сразу Там пожарники Приходили Значит Там Все службы Приходили И люди Даже протестанты Там Мусульмане Все платили Короче Вот Правда Один там протестант Взял и почитал Сумму Примерную Получалось Значит Какая вышла Но там Не только на часовню На капличку Там на целый храм Хватило бы Но поставили капличку Так На вылычку И В этой капличке В этой часовне По центру Стоит пенек До сих пор Стоит пенек Зацелованный Счастливый В прошлой жизни Наверное Дон Жуанов был Каким-то Я не знаю Там матушки Его от помады Оттирают Этот пенечек Вот С трех сторон Там загородочка Такая А спереди Такая подставочка На колени Становиться Чтобы не прямо В пенек Да Так Ни низок Ни высок Так Православный Пенек Оказывается А по стенам Чурки висели Сейчас не знаю Висят там Не висят Но чурки Вот значит Ствол попилили На такие чурочки Эти чурочки Повесили прямо По периметру Этой часовни И матушки Там дежурные Они Сразу не пускают Вот К пеньку А вначале Чурки поцелуют А потом Пенек Думаю что Чуркистан Или Украина Ну вообще Ну что такое Вообще А значит А меня туда Привез Первый раз Этот пастор Фредди Я очень люблю его Он такой Афроукраинец Такой Знаете ли И он говорил мне Что так и так Что батюшка Поговорите с нашим Православным Они с ума Они с ума сошли Они пеньку Погоняются Но я Я тоже Чудил раньше Но не до такой Степени Чтобы Знаете И мне Честно говоря До конца Не верилось В это все Пока вот там Не побывал Лично Не посмотрел Ну точно Не врут Протестанты Вот реально На самом деле Пеньку Погоняются Целуют Пенек Ну да правда Еще для разбавки Совести Пару икон Там весело Сейчас может Их прибавилось Не знаю Но пенек Прямо по центру Вот это да Женщина там Беременеет Вообще Я так подумал Думаю Стоп У венецких мужей Искушение больше Чем у Иосифа Наверное Вот еще Представьте Тому пришлось Переступить через себя Поверить в беременность Сверхъестественную Мария А здесь Бедный венецкий мужья Это что ж родится Это Буратино что ли А это папа Карла Но я не знаю Что там творится Это все как говорится Но местные экстрасенсы Говорят их зашкаливать Это сразу И местные газеты Написали там И не раз об этом Статьи свои Мол там чудеса Да прям по Пушкину Все точно Излатается На дубе дом Но знаете Ну там батюшка Такой добрый И мы зашли В этот храм Собственно Не только в часовню А в сам храм зашли тоже А там стена и газета На входе И там как раз В этой газете Рассказывают Как это дерево Росло Как оно выросло Как его спилили Там бригада Такая довольная Стоит С этим деревом Как это Святым деревом признали Епархии И до сих пор Возят туда Туристов Паломников До сих пор Но там Там всякие были Люди конечно Народом там Всякого полно А и батюшка Там с паломниками Беседует И слышно Мы там не заходили Вглубь храма Прям Ну слышно Говорит И он говорит Вот наш храм Он был Как бы Я понял Не особенно известен Вообще В городе Винница Даже Не то что За пределами Винницы А теперь Отбой нет Паломников Постоянно Народом Много не мерено А и все Покупают Такие наборчики Там покупали Были дешевые наборчики За несколько гривен Были такие серьезные наборчики Там кора дерева Веточки Листочки И все это Под пленочкой А сзади Молитва Святому древу Там имеется Крест Иисуса Христа Я так понимаю По контексту Но значит И люди берут И себе И куму И свату И хайбуды Вот значит Наборчики Значит И самое еще интересное Прошли годы Я в Винницах редко Но бываю И вот Прошли годы Многие уже годы И продажи Этого дерева Они лишь увеличиваются И один Да Один венецкий журналист У него все нормально С арифметикой Он взял и почитал Примерно Сколько кубометров Этого дерева Было продано За последние Там десятилетия Получилось Целая рощица В пересчете Значит На дерево Значит Сколько Примерно Получилось Целая рощица Представьте себе Вот это вам да Так что Остап Бендер Я его сразу вспомнил Вы не в церкви Вас не обманут Знаете ли Вот Почем Упьем для народа Оказывается Это все Вот реально На самом деле И самое интересное Когда уже Кажется фактами Приперли Вот этого афериста И там Целая группа Этих аферистов Венецких В рясах С крестами По ноге И даже на груди Что интересно И все Божья роса Вообще Значит И такой ответ Написали В газете же Ответ Вот эти аферисты Там местный Там настоятель храма Значит Его там Подпись Значит Написал Что мол Так и так Да Мы продали Больше Чем ожидалось Как бы С этого дерева Но Он Знаете На что списал На чудо Чудо Умножение И даже Место из писания Привел Когда у Иисуса Хлеб и рыбки Увеличились Умножились Представьте Он даже в Библию Заглядывает Все таки иногда Я думаю Ага Но Слышал звон Надо бать Что-то Не знаю Где он Вообще-то И Он там Описал Что мол Якобы Все Порезали Расфасовали А на утро Глядь Опять дерево Точно Там чудеса Да Вот такие дела Ну и Знаете Что еще Там А да Мы выходили Уже из храма Выходили Я там Не знал Мне смеяться Или плакать Думаю Драги Драги Комедия Воскресить бы Ильфа и Петрова Они бы Написали бы Еще что-нибудь Такой Шедевр Просто написали бы На эту тему Но Когда мы выходили Там Вот эти Экарус Там автобусы стоят Вот эти С разных городов Представьте себе С разных городов Там Со Львова Откуда-то еще То есть Это место Вписали Вписали даже Получается В паломнические Какие-то Поездки Получается Потому что там Выписки эти Что оттуда Экскурсион И мы как раз Уже выходим Уже Там уже К машине Прошли И автобус Такой Еще один Подруливает Там Монашки Пол автобус Монашек Но явно Не беременеть Если не приехали Значит Там Не знаю Тоже на экскурсию И они туда же Чтобы поклониться Этому древу Морокобесие Представьте себе И это в наше время В наши дни Когда космические корабли Бороздят Просторы Вселенной Люди С высшими Образованиями Ой-ой-ой Позорище Просто позорище И это называется Христианством Господа Это с христианством Даже рядом Не лежало Вообще Это даже И не пахнет Христианством Если Христос Он Совершил Там этот погром Разнос Там все Выгнал Эти продавцов То что бы Христос Сделал бы Посетив такой храм Ой-ой-ой Знаете И смех и грех Вот такая трагикомедия Вообще Религия Она часто Трагикомична На самом деле Она трагикомична И печально То что Ведь еще Если бы Мы увидели еще Кроме всего этого Позорища Религиозной действительности Такой Это лишь Винницкий эпизод Это лишь Как бы Один из Многих тысяч Эпизодов Вот такого Религиозного Наглого аферизма Насчет Наших дней Ладно там Средние века Мы говорим Люди были неграмотные В лаптях ходили И телевизор не видели В жизни И интернета у них не было И вообще Эта эпоха такая была Мрачная Но в наши дни Люди Идут с высшим образованием Целуют эти все вещи Но я не сужу этих людей Потому что сам я был В таком В ракобесе Тоже Мое сердце Тоже было обмрачено И я помню Ну я ни пеньки не целовал Не помню такого Не опускался до такого Но Хотя Это как сказать Знаете ли Значит не опускался Это как вот алкоголики Тоже говорят Я еще не такой как тот Я еще не такой как тот Я тоже был такой В принципе Чего я оправдываюсь Значит И Я уже целовал эти мощи И Многажды И даже Специально в поездки Такие пускался я Поломнические К мощам В моем доме Всегда были Вот эти мешочки С землей С разных святых могил Значит Ксении Петербургской Там значит Серафима Саровского Там где Прямо оттуда Сарова значит Там еще там Откуда там Не помню уже всех Мне там было много Десятки этих мешочков Всякие вещи были Такие реликвии Посох от Серафима Саровского Прямо из Сарова Я застал там еще бабушек Просто этих В девяносто первом году Им было там По девяносто четыре года Девяносто три года Они были еще с девятнадцатого века Эти бабушки Ульяша, Дуняша У них жил я значит как раз И там другие бабушки Которые еще Вот Жили в монастыре В этом значит Еще до революции Еще получается Девчонками еще Вот И я лично их застал просто И застал еще тогда Когда еще До этого Когда из Дивей Мы сделали шоу такое большое Знаете Там еще ничего не было фактически Вот И приезжал туда Еще Союз был Потом уже Союз рухнул Уже приезжал И Я в общем-то Родом Недалеко оттуда Собственно Я родом Себоксар Это недалеко от Горького тогда Нижний Новгород Вот И С Поволжье И там значит Как бы в принципе Это все рядом И там и родня И знакомые И все И знаете Значит И эти ульяши, дуняши Добали мне посох Которые они хранили Десяти Еще девчонками тогда Когда был разгром Они хранили От Серафима Саровского Я держал После в руках Плакал Все Это Это не то, что там Выставляется где-то Это вот Мое И они благословили меня Молодого Тогда служителя Вот И я был таким радостным И хранил Религию у себя Знаете Бережно Хранил Потому что Они это Со слезами Отдавали мне Значит И Мы никому не рассказывали Хотя приходили Батюшки много раз Приезжали И спрашивали Знали у нас что-то есть Мы им кое-что отдали А кое-что сохранили Вот Некоторые вещи Которые Такие Которые Батюшки не взяли Вот Отдаем тебе Я был на седьмом небе Отчасти Как мне казалось Самого Серафима Саровского Да Мы спрятали Они многие вещи Мне показывали Иконы Которые еще не успели Тогда еще Монастырь туда Забрать Вот В 90-91 годах И вот И Я дорожил этими вещами Очень дорожил этими вещами Другие святые Многие там Канонизированные И Приезжал Значит На поклонение Помню Вот Когда голову Пантелеймона Привозили в Москву Впервые Я тоже был там Тоже Поклонялся голове Этого Пантелеймона Которому отрезали Ее давно уже Но Вот В возе до сих пор Как шоу такое Знаете Религиозное Кошмар Думаю Это в наши дни Но тогда Я считал это Божьим Я считал это От Бога Что это Ну точно без Бога Не могло быть Потому что Ведь церков Ну как бы Не можем мы все вместе Заблуждаться Как бы Нас много И как бы И значит Значит С нами Бог Значит Значит Все хорошо Вот Знаете И Я пошел В эту очередь Я занимал эту очередь Каждый раз Всю неделю Там был в Москве Значит И утром Рано приезжая В Москву На ретричке Значит И поздно Вечером уже Уезжая И все время Был там Возле мощей То в очереди То уже После очереди Я уже там находился В храме где-то То в Донском монастыре То в Даниловом Там То еще где То в Елоховском соборе И везде Оставил эту очередь И целовал Эти мощи И там Значит Она в шкатулке Все это было Голова Значит И там не видно Почти ничего Значит Только по стекушкам Такое Видно значит Кусочек Костни как бы И вот И когда попадаешь Уже в конце Там такой Коридор был Каждый раз Дорожка такая Ковровая Значит И вот значит Дежурил кто-то там И вот И я подходил И там Обычно какой-то старец Сидел Монах Значит Моляюсь Так вот значит И Перебирая четки И вот И Когда Некоторым людям Я видел Замечал Что он открывал Шкатулку И позволял Поцеловать Прямо в кость Прям туда Прям В черепок И я был В числе таких Счастливчиков Я не полагал Потому что Каждый раз Кроме последнего дня Всегда Мне Я считал Везло Потому что Монах Один Другой Открывал Шкатулочку И позволял Мне целовать Прямо Непосредственно Прямо В черепок И я думаю О так я вообще Не буду мыться Вообще Значит Теперь Святостью Такой пропитаюсь А в последний день Я тоже занял очередь Стою себе И вдруг вижу Да Масса народу Отовсюду Со всего большего союза Народу немерено Значит С Украины Очень много людей И знаете И все там молятся И такое прибудет Это настроение С утра до вечера Там находишься Не хочется тебе кушать И спать Вообще Такое Знаете Кажется Это все Точно Бог здесь Точно Вообще Если кто-то сказал мне Что там нет Бога Я бы сказал Ну что Какой дорогой Он от меня ушел Вообще Здесь наверняка Бог присутствует Вот И Я чувствовал Такое Возвышенное состояние Такое И было прекрасно Видите Я так полагал Множество людей Читают эти акафисты Звучат там Там акафисты читают Я уже по много раз Читаю эти акафисты И по телемону И канон И все И представляете себе Там святым разным И представляете Вдруг Я вижу одну женщину С Библией в руках И она беседует Там с группой женщин Этих паломников Паломниц И Вдруг у меня слово знание Только оттуда Сектантка С виду Обычная женщина Да Тоже там что-то У нее там На голове Что-то А в руках Библия Наши люди С Библиями Не ходят Даже если В булочном такси Ездят Знаете И В общем-то У меня что-то Ёхнуло внутри Вот серьезно Знаете Вот Сектантка Она еще как-то Разговаривает с женщинами Те слушают ее Думают Надо же Американская спецподготовка Совращает в секту Нас здесь тысячи Мы ее как говорится Косынками закидаем Там женщины Она одна И хоть бы что Думаю Вот это да Я так еще глядь Глядь Никого как назло Как специально Никого из батюшки нет Даже эти Которые с кассами Ходят Даже их не будут Вообще Как-то так совпало Я один Как бы Понял Силы неравные И я пока возмущался Видя все это происшествие Думаю Надо какой-то отпор нам дать Вдруг Это женщина Она разворачивается И перелехонько На меня идет Психическая атака Что за корниловщина такая Она короче Пришла ко мне И представляете Библию открывает И ко мне обращается И говорит Она кстати Очень хорошо обратилась Так знаете Мягко стелила Она значит Я вижу Священник Наставник Учитель невеж Что-то такое Она как-то Образец Бедень Что-то такое Красивое Такое говорила Мне так понравилось Вступление Думаю Ну ты говоришь В принципе Что я-то скажу И она значит Но жестко было спать Красивое вступление Такое А потом говорит Батюшка Пожалуйста На основании Вот этого слова Библии Расскажите мне Что сейчас здесь происходит Ой-ой-ой И мой компьютер завис Ой знаете Но все-таки Раньше я Библию читал И я знал Вот внутри Оказывается У меня было все-таки это Я-то понимал Что согласно Библии Все наоборот как раз С точности Да наоборот Лучше думаю Она бы не спрашивала Ну первое Что я ей сказал И последнее В общем-то Я сказал так Женщина Вам этого не понять Афанализм От отца Сергия Она Ну ну что ж Я буду ей лекции читать О том как постепенно В христианстве Это все Значит И ну ладно Она Само-тее Закрыла книгу И ушла А у меня Я бы и то сказал ей И так сказал бы И следующее Ну ладно Ну видимо вопрос у меня остался где-то Потому что Даже Когда уже был Возле Пантелеймона Этой головы Старец Не отказал Отказал мне И на общих основаниях Только через стеклошко Целует там Пантелеймона Все Не открыл мне шкатулку эту свою Надо же думаю Из Пантелеймона Ничего не получилось Вообще Как бы вообще Ну день на смарку Значит И Знаете ли Потом уже У себя на приходе Приехав к себе Где я был настоятелем В село Знаете ли Вопросы эти Они где-то бродили Внутри Они Жили эти вопросы И знаете Слава Богу Что однажды После вот Того как я познакомился С одним Интересным человеком Это был дьякон Песятнической церкви Григорий Тельных Он сейчас пресвитером Является в городе Сураж Брянской области Когда он был дьяконом И Интересный очень человек Я очень люблю его И Знаете Ну это старая Такая ортодоксальная Песятническая церковь Но я не знал что он Песятник Если бы я узнал бы Сразу бы Я бы с ним не общался бы Конечно Но он так вот вроде как Прикинулся православным Или как-то Не то что прикинулся Но он когда Очень похож был На православного Такого Но ищущего Такого Интересующегося Он вопросы задавал И я им отвечал Мы так вот Общались А потом Он неожиданно Для себя Значит Себя сдал Вот Из писания Что-то рассказал Ну я же понимал Что это Нетипично Я его спросил Тихие А Песятник Это которые Буйные Это я запомнил Вот как бы В чем разница Между ними Как бы Но для меня И то и другое Один диагноз Одна секта И вот И конечно Но я Сразу Защитом нападения Я там На него Там даже стал Немного наезжать Говорю Какие же вы христиане Вы же креста не носите Значит Святым не молитесь Мощей у вас нет Там значит Вообще Короче Ну признался Что да Говорит Извините Нет Нет Не имеем Вот И Я ему дал книгу Почитать Земная жизнь Богородицы Он взял Самое интересное взял Думаю Слава Богу Если значит Возьмет Признает Богородицу Уже на половину нашу Точно уже Вот А он Достал мне Свою книжечку Проповеди Эрла Штегина Людмила Плетт Время начаться Суду с Дома Божьего Слава Богу Замечательная книга Которая Перевернула Мое христианство Мою жизнь И направила меня К Библии Назад К Библии Назад К Слову Божьему Слава Богу За это И Когда Библию Для себя Вновь открыл я Это было тогда же В 96 году Все это было Знаете Вот я благодарю Бога Что истина Божьего Слова Освободила меня И сегодня И все эти годы Знаете Я Не ломаю голову По утрам Над вопросом Какому святому Мне молиться вообще Я не молюсь никому Кроме Господа И Слава Богу Что я знаю В кого я уверовал Иисус Христос Мой Спаситель Я знаю Я знаю Я знаю Что Я Не Окультист Трапеза Бесовская Не для меня Теперь Все Но Мне печально Того Что тысячи моих коллег Они по-прежнему Находятся в таком Обольщении Прелести Состояние прелести Прелещенной опытом Религиозным Мистическим Там опытом Традиции Прелещенной традиции Религиозной Но очень важно От традиции Прийти именно К истине Слава Богу У нас еще время есть? Да Спасибо Можно походу Отвечать вопросы Как ваша семья Отнеслась к реформации Ох Кстати Хороший вопрос Спасибо Спасибо Ну Моя семья Тогда Вот я Жена моя И тогда Двое еще Маленьких У нас были Детей Вот И Слава Богу За мою жену Она меня поддержала В эту трудную минуту Потому что Знаете ли Если бы она не поддержала Меня сейчас Вот сейчас Я так рассуждаю Уже Годы прошли Определенные Как бы уже Со стороны Как бы так видно Я понимаю Что если бы она Не поддержала Меня тогда бы То я не знаю Решился ли я бы Вообще выйти Из православной Русской церкви Традиционной Я не уверен До конца Честно говоря Сейчас уже Раньше был уверен Что я бы все равно Шашкой махал бы И вышел бы Вот Но сейчас я не уверен Уже Знаете ли Очень важно Для священников Многих Позиции Их жены Я Многих Священников Знаю С московского Париархата Киевского Париархата Единомышленников Моих По сути Может не во всем Но во многом Но к сожалению Их жены Их не поддерживают И Печальная Картина Они так и Остаются В своих Традиционных Церквях И Позиция Жен Наверное Очень такая Особая Позиция И для Человека Очень важно Для любого мужчины Очень важно Любого мужа Позиция его жены Очень важна И Особенно в такую Трудную минуту Переломную минуту Чтобы Именно жена Была помощником На самом деле Поддержкой Это очень важно Любому мужчине Наверное так И В моей жизни Тоже было так Вот именно Жена моя была Поддержкой мне тогда Единомышленником Слава Богу И Если бы она не поддержала Мне тогда Я не знаю Может быть до сих пор Букадила Махабана Приходит И Печатал покойников Как мой один знакомый Уже ушел в вечность Отец Георгий Чистяков был такой Хороший был батюшка Такой Совестливый Грамотный Очень много знал Вообще Умница Но Я было надеялся Что он тоже Принкнет к реформации Даже Не то что примкнет А вообще Начнет тогда Реформацию Служение реформаторское Но К сожалению Он так и остался В традиционном правоставе Так и умер Заболел тяжело Раком И вот так и умер Скоропостижно Жалко очень было его мне Хороший был человек такой И Он единственное Он меня поддержал тогда Кстати Из священников Я в Москву приезжал С одним с другим Пробую беседовать Как об стенку горох Знаете И Только он мне поддержал тогда И морально И материально даже И вообще Отнесся по хорошему И Знаете Борисов Но Борисов Он как бы сам по себе Больше был На своей волне Мне очень жалко было его Его перед тем Заставили отрекаться От своей же книги Он такой стресс пережил Как бы и Больше он был В своих личных переживаниях Вот А И тогда Я как раз спрашивал Значит Вот там мощи привозили Опять в очередной раз И было собрание Московского духовенства Значит И Говорю Отец Георгиев Вы что тоже были там? Ну конечно Ну а кто там денется? Он был там Ну а как же Все целовали мощи Вы тоже целовали? Ну тоже Ну а че ж Конечно Ну я вот Я фигу в кармане сложил Так вот И поцеловал Думаю Молодец Думаю Интересно Но фига дьявола не обдуришь Знаете ли Не обманешь И вообще Это Ну это Это мне напомнило Другого священника Значит Он секретарем был Епархии Нет Ну да Одно время был До меня еще Значит Потом уже не смог справляться Уже Но служил там Благочином где-то В Рязанской области Значит По-моему это было уже Да Он служил И значит И рассказывал Значит А Я значит получаю Еще 91 год По-моему да Или 92 уже год Молодой священник Я значит Меня посылают в командировки Часто Ну и что Командировка Значит Я поехал На какое-то воскресенье Допустим Позвожить в каком-то храме Допустим Там Или там На пару Недель допустим Да Значит Был на месяц Допустим Куда-то Хорошо Я всю Рязанскую область Объездил Мне так интересно было И мы вместе с женой ездили И вот приезжаем А Я приезжаю в епархиальное управление Получаю командировочное настроение Такое-то село И я там Карта Рязанской области Виситая такая Я значит Ищу где мое это село Не могу найти никак И подходит Батюшка Пожилой уже Такой старый уже И значит Говорит Ну что отец Куда тебя На этот раз Я говорю Ну вот Такое-то село А я был там Там ведьма на ведьме Ведьма погоняет В общем Ну тебя Говорит Угораздило Я так Думаю Ничего Меня куда В ведьминые Какое-то местечко Направляют Вот Ну У меня Так По-отцовски Пожалел Так Ну Короче Я тебе кое-что Подскажу Отец Значит Он так раз Рясо отпахивает Так Значит У него здесь целый блок Булавок таких Больших и маленьких Это говорит Ну это на первый случай Короче Поможет тебе Это не всегда Но иногда это помогает Говорит Вот Значит Потом Приезжаешь Там веник переворачивай Короче Там Короче Там понаговорил Смотри Кто Из твоей бабушек Прихожан Кто Будет Утром за замок Хвататься Значит Это ведьма Точно Будешь знать Первая ведьма В твоем приходе Ну они там все Ведьма Говорит Вообще Ты не Как бы Иллюзий Не питай Как бы Вот Значит Но главное Чтобы они были На твоей стороне Короче Вот это Да Думаю Значит Ну Элементы Белой магии Ну Наспрощали меня Ну я в этом стиле Всякое видел Конечно Наподобие Вии Тоже что-то видел Значит Знаете Потом думал Может мне померещилось Не знаю Значит Ну вот реально Какие-то такие вещи Прямо в храме Значит Значит Ну ладно Значит Это такое Мистическое православие Вот Но самое интересное Что вот Люди-то гибнут Из-за недостатка Видения На самом деле Сегодня я понимаю Что не булавки Нас спасают Вообще И не там И не какие-то другие Элементы Белой магии Не кресты Мощи Или что-то еще Слово Господне Сам Иисус Христос И хочется Чтобы В наши храмы По всей Руси Матушке Чтобы Хотя тысячи и тысячи храмов Чтобы звучало Слово Божье Чтобы действительно Люди Вряса С крестами По ноге Ими на груди Чтобы они указывали На Иисуса Христа Не на Богородицу Не на святых Каких-то умерших Других Не на ангелов А указывали На Избавителя Нашего Спасителя Иисуса Христа Это и есть христианство Это не человеческое Это Христово христианство Слава Богу Ну и Касательно Молитвы за упокоем Я не знаю Там И вообще Почитание мощей Это большая очень тема Значит Я даже бывал в командировке Кстати На кладбище один раз был Значит Очень интересно Получил командировочную Сверение на руки Там написано было Кладбищный номер такой Ну я был там На самом деле Побывал на кладбище Там такого насмотрелся За пару недель Мне хватило Опыта до сих пор хватает Есть о чем рассказывать Ну вот Оказывается Там значит Эти работники кладбища Они вот реально К ним обращаются Люди даже Чтобы передавать Для умерших что-то Представляете Значит И каким образом Я спрашиваю Они просят А вот приходят И говорят Что так вот так Что им снится Допустим Какой-то умерший И просят Передать там Тапочки Но чаще всего Водка и сигареты Чаще всего На тот свет Самый такой Спрашиваемый Да Водка и сигареты Самый ходовый товар На том свете Оказывается Представляете Твердая валюта Вот значит Не ну Есть необычные просьбы Есть очень необычные просьбы Там один мужик Костынь попросил Допустим Зачем ему Костынь там Ну как бы Ну нужен При жизни Ковылял И хочет и там Ковылять Как бы значит Но Но большие предметы Это особая Статья Значит Их сложнее передавать Как бы значит Там приходится подкопы делать И прочее Значит Они за это Больше требуют Даже денег Самое интересное Люди настолько суеверны порой Что даже значит Водку готовы закопать Знаете ли Хотя сам и пьяницы Значит И потом еще что Значит Некоторые приходят Родственники Потом уже дополнительно И благодарят Представьте себе Оказывается Им снится опять умерший И говорит Спасибо за передачу Состоялось До встречи Эфиге Вот это да А мы смеемся Порой на уроках По истории Над фараонами Которые там Себе В эти Свои Спарижники Ложили Немеренно всего Там тоннами Значит Дело в том Что на самом деле Человек Он Хоть во времена Цифровых технологий Хоть в те Доподобные времена Он один и тот же Грешник Он и в Африке грешник Спасение нужно Всем нам А кстати Да О необычных просьбах Самая необычная просьба Мне рассказали Самую необычную просьбу С того света Это значит На этом кладбище Был похоронен Новый русский Там значит Как заходишь По центру Это середняки Как бы Обычные граждане Значит там Бедные всякие Там и прочее А вот Был заход такой Вот справа Это Элита Там значит Там и мраморные И всякие там Эти вещи Там значит Даже там Какие-то бюсты Какие-то там Ну там ВИП ВИП Такое кладбище Вот значит И там похоронили Одного бандита Ну время такое было опасное Такое Девяностые годы Значит И там стреляли часто И одного похоронили Там какого-то Ну богатого Дядьку А его расстреляли Значит там Ну чуть не свои же Как бы выяснилось И вот значит Ему Ну там У них свои там Присказки И ему под подушку Положили его пистолет С которым он не расставался Но который ему не помог Не спас ему жизнь конечно Но положили ему под под подушку И представляете Сорок дней Проходит И одному из братвы Снится этот умерший И отстреливается из пистолета И говорит Васек Патроны заканчиваются Хотя это бандиты Но очень суеверные Представляете Что там Купили импортный пулемет С боекомплектом Чуть не на третью мировую Короче Терминатор отдыхает Вот значит И еще Заботили сумму За подкоп Буквы ЗЮ Прям туда вот Непосредственно Чтобы замуровать Прям к нему туда Представьте себе Подкопали Замуровали Все как положено Передали значит Пулемет Вот это да Значит Как вы объясните Плачущие иконы И на них Прорастают Растения Ух ты А да Я где-то видел Кстати фотографию Такую Там что-то прорастало Даже Даже говорят Интересно Ну Что По поводу Плачущих икон О чем Дева плачет По ком Слезы льет Мне нравится Вот Отношение В российской истории Петр Первый Значит Его отец Алексей Михайлович Прозванный Тишайшим Был таким Его Тихомиров Назвал Богомольцем Или монахом На троне Он больше всего По богомольям И им Манипулировали Его батюшкой Очень часто Он только Было У него светлые мысли Когда появляются Тут же церковники Его окружают Как вранье И говорят О, не-не-не Царь, батюшка Не-не Надо вот так Вот Потому что Опять иконушка Икона опять заплакала Опять плачет И матушка сердится Он О, не-не-не Не подняли И подписывал Все, что нужно Церковникам Короче При нем Самым махровым Был клерикализм С таким Извращением Даже И вот И когда Уже Алексей Петр Алексеевич Уже Петр Первый Пришел к власти Им тоже пытались Манипулировать Мол, там икона Заплакала Видимо Не так ты Правишь И Эдак-то Не так делаешь Петр Не будь дурак Он был в Европе И видел Как дурит Там Западноевропейского Брата нашего Христианина В Голландии Еще одна Одна мафия Одна система И этих И этих батюшек Аферистов На конюшне Там их пароли Хлопцы И сдал Петр Указ Такой знаменитый Известный Ну Правда В советское время Его использовали В антимрегиозной Такой пропаганде Значит Но сегодня В реформации Можно этот документ Использовать Петр Сдал указ Если в каком селе Иконы Заплачут То поповски Зайдеться Был плакать Кровавыми слезами И все И до самой смерти Петра Первого Иконы Перестали плакать Как сговорившись Ну правда Современные Толкователи Объясняют это так Что матушка Богородица Ну как бы Чтобы своих Не подставлять Перестала Плакать Да Но скажу так Что чаще всего Я не видел ни разу Вот лично я Если за меня Идет речь Я ни разу не видел Такого плача Хотя много слышал Конечно И читал об этом Но я приезжал Даже вот Кстати в Нижегородской Вот этой области Горьковской области Там были иконы Плачущие Не только мне так говорили Это в церковных газетах Писали Я приезжал Не раз туда Я ничего не видел Я уж и так И сяк Но я списывал Знаете на что Что ну видимо Грешный Недостойный Вот это все видеть Видимо так вот Ну ладно И каялся И все На исповедь И все Но не видел я этого А в другом Там село Сельский храм И там да Писали Что иконы обновились И плакали иконы Хорошо Я приезжаю Нет этого И матушки там говорят Ну вот Вроде вчера плакали Сегодня не плачут Приходите завтра Может быть Опять заплачут Я значит Ну как бы Ну как бы Ну как бы А я не мог остаться На завтрак Ну как бы И ждать У моря погоды В общем-то Я так и не увидел Вот сколько я прослужил В православии традиционном Так и не видел Этого плача Хотя читал об этом Значит Но знаете что Чаще всего Я так понимаю Это попытка Выдрить желаемость Действительной Чаще всего Потому что Вот когда в Одессу Привозили Вот эту плачущую икону Знаменитую Николай II Государь Последний русский царь Он в официальной русской церкви Канонизирован Как святой даже И его возят Икону На последний Якобы она плакала Эта икона Хорошо Народу собралось Немеренно Одесситы Очень интересные люди Любят посмотреть Что-то новое Значит А здесь Царь В кое-веке Значит в Одессе Значит иконой Хотя бы И вроде как плачет А батюшки Московские Одесские Они толковали Плач Государя Очень политически Даже Что ему плачет Государь По поводу отделения Украины от России Назалежность Украинская Думаю Надо было ему раньше Плакать Че ж он Сейчас Возно боржом И пить И вот И знаете что Значит И он якобы Плакал Народ собрался Немеренно Я там не был Правда Но я знаю Из уст людей Моих друзей Которые в Одессе Живут И лежили Так вот И один мой знакомый Он сам не из Одессы Значит он С Одесской области И работал в Одессе Как журналист Писал статьи В том числе в церковную прессу По заказу Ему заказывали И вот Надо было освещать Вот это событие Он Брал интервью И в том числе у батюшки Этого Настоятеля Храма этого И вот значит И среди прочего Вопрос задал Почему Батюшку Почему некоторые видят Некоторые не видят Этот плач И он говорит Я вот Несколько раз занимал Очередь Смотрел И он говорит Я не видел плача И один раз Передо мной Перед ним Была женщина Ну явно Ну как сказать Ну психически Нездоровая женщина Таких на Руси Раньше Кликушами называли Которые Кличат То есть они кричат Ну и конечно У всех храмов В храме мурашки Сразу Значит знаете Когда там Такая кустика Там одна истеричка Крикнет И там все сразу Жуть такая Нагоняется И на Руси Раньше считалось Духовным храмом Если там есть Одна, две, три Кликуши такие Которые во время Допустим Чашу выносят Они как закличат Особенно паломники Все там в шоке И кликушество Чаще всего Это было профессиональным Даже Хотя не всегда Иногда это были Реально Несчастные Психически нездоровые Женщины И об этом феномене Очень много Есть исследований В том числе И психиатр врачей Одно революционно В том числе Которые Об этом феномене Писали Кликушество на Руси И вот такая Кликуша Она стала кричать Вдруг И она вопила Что она видела Слезы Государя Прямо сейчас Вот видела Я как следом за ней Я смотрю И так И сяк Я уже Задерживаю толпу Меня уже просят Пожалуйста пройдите Гражданин Всем хочется посмотреть Не только вам одному А я как ничего не вижу Я Может быть Где-то будет Освечивать допустим Не видно ничего А ту гражданку В сторону вели И с ее слов Записано было Там что-то Она продетовала Такая-то Такая-то гражданка Жительница города Одессы Видела такое-то Чудо Ну ладно И вот батюшка Настоятель Сказал этому Журналисту Следующее Что ей было записано В интервью Это не всем Дано увидеть Только лишь Особо набожным Можно Особо набожным Вот И Знаете ли Конечно Печально Что дурит Нашего брата Христианина Почем зря Притом Но Так и надо нам Потому что Не знаем Слово Божьего Но сегодня Пришло время Освобождение И Меня тоже дурили Я тоже дурил Не зная того даже Людей Но Сегодня Слава Богу Я знаю истину И сегодня я истину говорю Во Христе Иисусе Не лгу И С 96-го года Когда покаялся В этих вещах Божья Скажу так Зарекся просто Все Я только лишь Господу обращаюсь Только лишь Богу Только лишь Он оснований Безопасно для меня Доверять Его Слову Человеческое Слово Оно сейчас Да-да Завтра нет-нет А Божье всегда Да и Аминь Аминь И Вот Да и еще По поводу икон скажу Пару слов Знаете Все-таки Я не отрицаю Что возможны Чудеса и сверхъестественные Я не говорю Что все это Все выдумка Все По крайней мере То что я С чем я сталкивался Лично И что я знаю Из уст Других Ну моих друзей Достоверных Можно сказать Из информации Это попытка Были желаемые Действительные Но я не отрицаю Что возможно Где-то и Такие сверхъестественные Проявления Возможные Нет То есть я как бы Не отрицаю Именно Момент Сверхъестественности Ни в коем разе Я верю в чудеса И верю что Чудеса могут быть И от Бога И от дьявола Ложные чудеса Тоже есть На земле Но если Иконы плачут Эти вот Реальными слезами Плачут Как вот говорят Вот это вот Знаменитая В 20 веке Появилась Это вот как называется Монреальская Вот эта икона Иверская Монреальская Говорят Ее проверяли И говорят Ну опять Не то что говорят Отчитал я Не раз уже Что вот исследовали И пришли к пониманию Что да Она выделила За все это время За все эти десятилетия Уже Жидкости из себя Больше чем Даже вес ее Собственный То есть это Против всей физики Как бы значит Если это Действительно Правда То в таком случае Это чудо На самом деле Но чудо Уже не Божье Порядка Не Бога Потому что Чудеса Божьи В Библии почитайте Они проставляют Бога Они никогда Не проставляют Что-то или кого-то Они проставляют Как лишь Господа Бога И чудеса Божьи Именно Духа и Откровения Писания Пожалуйста Если любое чудо Оно противоречит Духу и Букве Писания Мы не можем признавать Его Божьим Господа Потому что В этом мире Столько сверхъестественного Я когда-то Своему товарищу По училищу Тоже он художник Я вообще Моя специальность Церковная художник Художник-оформитель И мы вместе Учились В училище С тем художественным Орловском И Владик Хороший такой Художник Хороший мастер Очень свет чувствует Прекрасно И знаете Рисовальщик Замечательный Но Но он пошел В мистическое Такое Буддистское Такое Учение Или даже не буддистское Как назвать его Трудно над буддистским Чисто Именно восточная Мистика Такая его влекла Я знаю Что он читал Рерихов и раньше И кого-то еще он читал И он увлекся Вот этим Востоком Даже там путешествовал Стал монахом Значит вернулся И значит Я вот реально видел Ну как бы Ну для меня это было чудо Зима Ну зима только начиналась еще Но уже снежок Значит И довольно так Морозно Было уже Значит И представьте Он на боссу ногу В шлепках Каких-то больничных Каких-то шлепках Непонятных Значит В одном ХБ Значит Трико такое Вот Непокрытая голова Значит И Владик Это ты А он значит Как бы сквозь меня смотрит И говорит Да Ну и Короче он сейчас По-другому называется Даже его имя другое Значит И Он Значит Какой-то гуру там уже Или не гуру Но От земли отрывается Ну Из уст Других узнал уже людей Значит И Но то что я видел Меня конечно шокировало Я говорю Владик Давай зайдем Хотя бы в магазин Там На четыре магазина Чтобы ну поговорим Пообщаемся Не-не-не Я Как-то так он сказал Что я здесь постою Мы Пообщаемся здесь Я в пальто Мне холодно уже Мы с ним больше часа Простояли Самое интересное Он Хоть бы что Ни в одном глазу Вообще Как он на одной волне Разговаривает И мы с ним Ну попрощались Я взял его Значит И вот Теплые руки у него Значит Вообще он как бы Такой Не остыл совершенно И вот как бы Да Думаю Вот это агнистик Значит Он увлекся Всякими этими Вот вещами Там значит Отрывом от земли Значит Там Выходом в астрал Он там путешествует Где-то И я ему говорю Владик Значит Вот там Традиционный Священник И я сказал Владик Вот смотри А мы вместе с ним В храм ходили Когда-то Восьмидесятые Еще начало Восьмидесятых Я говорю Смотри Владик Вот Там мощи Тихона Задонского По-моему Или кого-то еще Были Выставлены Как раз Пошли Говорю Вот там мощи Святого Выставили Значит Там Ну Как бы Ты же в православии Вырастал Ну Твоя бабушка Была православная Такая Очень бабушка Искренняя Такая православная Пошли в храм А он мне говорит Если бы ты Побывал бы у нас Там на Тибете Где-то там Говорю Ты бы там Столько этих мощей Увидел Не десятки Сотни Которые сохранились Говорят хорошо То есть Моя карта бита Я не мог назвать Столько сотни Там нетленных мощей Там Вот С его слов Они вот Засохли Которым по тысяче лет И больше Этим Людям Значит И при том Рядом вот Лежат эти вот Прах Просто и пепел остался А другие вот Засохли Высохли Мощами стали Потом значит Плачущие иконы А у них тоже есть Что-то подобное Голова там Каменная какая-то Плачет значит Источает воду Себя То есть Сверхиестественного В этом мире Нас в мире много Но мы должны проверять Сверхиестественное Обление От Бога ли они Не всякому Духу верьте А испытывайте Духов От Бога ли они Есть дух истины А есть духи заблуждения Обратили ваше внимание Да? Дух истины один Духи заблуждения Их масса Влечь пагубными ересями Народ Божий Что вы думаете О благодатном огне На Пасху в Иерусалиме? Ну это аферизм В большей степени Вообще Я так считаю По поводу Так называемого Благодатного огня Вообще много уже писано Говорено Я Благодарю Богу Что в Русской Православной Церкви С которой я Вышел Еще в 96-м году Я выходец Из этой системы Нашелся Слава Богу Нашелся Таки Порядочный Священнослужитель Который публично Не побоялся Ну скажу так Неспроверность Этого идола В Церкви Это Диакон Андрей Кураев Вот Мы давно уже за него молимся Благоставляем его Чтобы его энтузиазм Его энергия Чтобы его знания Чтобы в мирное русство Были направлены Именно в Евангелие В проповедь Слова Божьего Людям И он последние годы Все больше Особенно последние лет 10 Все чаще и чаще К Божьему Слову обращается Слава Богу Это очень хороший пример Бог слышит наши молитвы И он Когда мы благоставляем То он действует И знаете И когда Диакон Андрей Он не побоялся И не спроверг этого идола Заявив Что это все Фикция Обман То я очень зауважал Этого человека Но к сожалению Я надеялся Что другие священники Тоже присоединятся К этому голосу Но к сожалению Голос остался Вопиющего в пустыне Молчание всеобщего Нет Были еще священники Некоторые Они говорили Но это говорили Знаете Не во всеуслышание А так вот Где-то в беседах Я слышал мнение Разных священников Да И многие соглашались С Диаконом этим Но Публично Я не читал заявления Других Кроме этого Диакона Дело в том Что Как таковое Чудо это Якобы чудо Юдо такое Знаете ли Оно Примерно С середины 80-х годов Оно пропагандируется В русской православной церкви Скажу так Еще даже В середине 80-х Когда я посещал храм Никольскую церковь Сына Лепешкина Орловской Тогда Ливенской епархии Не Орловско-Брянской Епархии И Отец Сиан Квитович Он был моим первым Духовным отцом Тогда И вы знаете Посещав этот храм Я помню Хотя Скажу так Я не служил еще в храме Я только начал служение Своё полное Уже в 88-м году Начало В 88-м году До того Я посещал храм И вот Я помню Когда священник Пожилой священник Митрофорный Протерей Он О бабушке Некоторые Вот такие вещи Стали говорить Как раз При храме Не знаю Где они там Услышали Вот там На Пасху Огонь Зажигается Я помню Как он Запретил им И очень строго Матушки Не говорите Такие ереси В храме Вот Это все Суеверие Не верьте Таким вещам Кто вам Такое Наговорил Где вы Такое Начитались Ну Примерно Вот в это время Как раз Стало и распространяться КГБ СССР Значит Совместно С другими Структурами Некоторыми Стали подобные Ереси Распространять Специально В христианстве Православном Вот Значит И Почему КГБ Потому что Один из отделов КГБ Занимался непосредственно Православной церковью Как раз Вот Значит И Об этом Есть свидетельство Как раз Вот И Ни одна Ни одна из Православных церквей В мире Православная церковь В Украине В России В Белоруссии В бывшем Безбожьем Советском Союзе Вообще Православной церкви Много разных В мире Поверьте Значит Но ни одна Из этих церквей В том числе И Иерусалимский Тот самый Патриархат Не верил И не верит Никогда В то что Якобы есть Сверхъестественный Благодатный Якобы в кавычках Огонь Только лишь На территории Бывшего Советского Союза Сохраняется Такая вера И эта вера Довольно молодая Середина 80-х годов И потом Даже в 88-м году Уже Был у него Старый Протверей В Троицком храме В самом городе Орле Я помню Он тоже беседовал С бабушками И те тоже А те по телевизору Посмотрели уже Я говорю Не верьте телевизору Вообще Что вы вообще Выключите телевизор Хватит Такие в храме вещи Говорить Но прошли годы И теперь Священники Сами повторяют Такие ереси И не только в Орле Но и в других Городах И в Москве В Брянске Нам тоже самое Наслушался Таких ересей И значит И Но я не буду Всех подробностей Рассказывать сейчас Скажу лишь Почему Андрей Кураев Он собственно Покусился На вот эту ерес Он привел Пример Интервью С патриархом Иерусалимским Тот самый патриарх На которого русские СМИ Говорят Что якобы Он принимает огонь Якобы Обыскивает его Якобы Там Всех там Шмонает Это полиция На самом деле Израильская полиция Обыскивает Но это не связано С огнем Это связано С терактами С угрозой терактов Израиль Это место особое Там Всегда на чеку Всегда на чеку Там возле стены плача Был случай Не так давно Кто слышал Читал Об этом писали В прессе О действиях Оперативных действиях Полиции израильской Они переневаются В гражданское Носят оружие И готовы всегда Применить это оружие И возле стены плача Один араб Оделся как еврей Полностью И у него там была бомба Он готов был взорвать себя Террориста Мусульманин И он подошел С виду Обычный еврей И внешне Повторяет молитвы еврейские То есть он репетировал Все это уже не раз Получается И он уже возле стены И он только сказал Аллах Не успел Акбар сказать Тут же пуль получил Моментально И когда уже растянули Уже увидели эту бомбу На нем Представьте себе То есть насколько оперативно Действует там Очень быстро Реакция очень быстрая Этих служб Вот Это скажу так А почему Потому что не от хорошей жизни Потому что это все время Как на пороховой бочке Все время угроза Террористического акта Существует там Потому что В окружении мусульманского мира И экстремистов Которых Вот в таких лет Взращивают Как именно Убить евреев Вот я помню Была программа Аль-Джазира Фрагмент На русский язык переводили Субтитры Интервью с женщиной Которая Пятеро по-моему Сыновей ее Сами стали смертниками Она из детства Воспитывала И В идее Чтобы Убей хотя бы Одного еврея На небесах будешь И она говорит Мои сыновья Они сейчас за меня молятся У меня пять святых В моей семье Они значит Там на небесах У них у каждого По 70 девственниц Значит И они там Наслаждаются И значит В разврате Таком Значит И что Они там Теперь Они умерли Как террористы Один там взорвал себя Где-то в школе Еврейской Там на дискотеке Где-то там Где-то еще там В автобусе Где-то взорвал себя Значит То есть они Представьте себе Вот С детства Учат их Подобным мерзностям Ну ладно И По поводу Израиля По поводу События на Пасху Иерусалимский патриарх Был вынужден обратиться Даже Почему С таким посланием Обращением Интервью Потому что Именно Там паломников Очень много На Пасху Тут народу немерено Из Америки Из Африки Отовсюду С Австралии Даже православная Есть там Суды Страверы приезжают Австралийские Вот там целая делегация Самое интересное Никто Не пытается С огнем шутить Играть Экспериментировать Зажигать себя Только русские паломники Только с бывшего Советского Союза Никто больше Другие африканские Православные есть Там есть Всякие православные Греки Греков полно там Вот Никто не пытается Себя зажигать Бороды Или руку Лишь русские паломники Друг друга зажигают Экспериментируют И поэтому с ожогом Попадают каждый год В клиники Израиля Именно русские туристы А еще почему Не просто Любители зажигать Друг друга А именно потому Что насмотрели С телевизора Потому что Этому зомби ящику Верят